Закончим с нарезкой, ну и вот, пожалуйста, Буко Промук, представитель Таиланда. В синем углу. И Йосихиро Сато. Его оппонент, японец, как это и так понятно. Представить Таиланда было бы любопытно, если бы он представлял какую-то другую школу, нежели тайского бокса. Ну, а Йосихиро Сато позиционирует себя как кикбоксер о достижениях. Сейчас припоминаю и зачитываю даже где-то про файл Таица. Не будем забывать, я назову только одно. По К1 World Max 2004-2006. Чемпион. Думаю, достаточно. В К1 из 24 боев провел проведенных 21 победа, 3 поражения. Я думаю, хватит. Оппонент его. Йосихиро Сато. Японец 81-го года. Они, кстати, к слову, почти... Ну, тут да, тут, в принципе, они одинаковые по весоростовым показателям. По среднему весу по тайскому боксу чемпион. Ну, а пока один... По достижениям у него 16 боев, 10 побед, 6 поражений. Ну, сейчас, конечно, публика будет поддерживать своего чемпиона. И, кстати, вспомним мы о том, что по К1, ну, судя по всему, просто по разным весовым категориям. World Max 2006. Но по японским соревнованиям. То есть среди японцев он тоже чемпион. Ну, посмотрим. Итак, Таица у нас в... ...синих перчатках и японец в красных. Японец еще и повыше немножечко. Да. Конечно, вот... ...тайский атлет, конечно, выглядит просто непробиваемым. Он спокойно принимает на себя все удары. Подходя на нужную себе дистанцию. Большое дело. Кто-то скажет, что это может быть чуть менее даже не непрофессионально, а однобоко, если хотите. Ну, в общем, можно с этим согласиться. С другой стороны, если такая тактика приносит победу, почему бы нет? Если твой организм достаточно набит и натренирован для того, чтобы ты позволял по себе бить сколько угодно, и при этом стоять, биться и выигрывать, то, пожалуйста, значит, такая тактика правильная. Ну, это касается как раз в основном вот таких ударных дисциплин. Переть буром в дисциплину, где разрешена борьба, как правило, захочется плохо. Обратите внимание, у меня вот полное ощущение, что японцы его немножко побаиваются. Он от него пятится, не отходит, а пятится. А то есть доходит до нужного состояния. То есть дошел, 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 стукнул. Дошел, 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 опять стукнул. Ой-ой-ой, не хотел бы, чтобы по мне вот такие вот лоукики, что называется, прилетали. Но японцы, посмотрите, сейчас немножко так уже активизировался. Попа! Ну и альфа, я и бета любых ударных, по крайней мере, видов в единоборствах. Ударил, ударил. То есть одиночным ударом, в принципе, быть не должно. Серия, связка. Знаете, вот сейчас на баках, глядя, понимая, что вот, да, вот. Вот, в принципе, так все и надо делать. Вот, обратите внимание, пропускает, он берет себе на ноги несколько ударов, резко срывает дистанцию. И дальше включается резко, то есть не тратит, он не делает лишних никаких телодвижений. И вот опять, и входит, входит сразу вот в дистанцию, необходимую ему для того, чтобы бить по оппоненту в полную силу. И все, и замечательно это все и делает. Буака, конечно, выглядит просто, знаете, как скала, он абсолютно невозмутим. Ну да, но что-то тут по мне бьют. Ну да. А я все равно, я дойду и ударю так, чтобы оппоненту было плохо. Вот примерно... Ну вот сейчас будет видно. Показал, ударил. А соперник ждал удара ногой, попытался закрыться рукой куда-то туда. В район рёбер, поскольку, ну, любой удар ногой, в принципе, болезненный. Уж удар ногой по рёбрам не то, что вы захотите получить, дорогие друзья. Довольно много бойцов наблюдает, обратите внимание. На любом спорте ходим смотреть на потенциальных соперников, потенциальных противников как раз. Молодец, сейчас японец активизировался, сказали, добавить скорости, он это и делает. Да, это, ему, именно это, это, собственно, против своего оппонента делать не надо. Это единственный рецепт, согласно которому он сможет победить. Ну-ну-ну, хорошее перевод на удержание. Просто здорово, но... Извините, дорогие друзья, это немножко не по правилам. Хорошо, хорошо, хорошо. Начинай бежать на тебя соперник, встречай. Поскольку вот этот вязкий ритм, который Таец предложил своему оппоненту, его надо ломать. Как раз японцу его надо ломать. Ему нельзя играть, что называется, в игру Буакао, потому что тут он его переиграет железно. Ну, неплохо. Ну, молодец, молодец, здорово добавил в скорости. Японец стал чаще попадать по оппоненту. Ну и вот, ой-ой-ой. Ну вот и приостановился несокрушимо выглядевший Таец. Ну и сам немножко стал чуть-чуть поактивнее двигаться, поскольку там... Или ты предлагаешь свой, или тебе предлагают. Если я поднял начал на тебя бежать немножко с другую скорость, то ты не оставаться в том же ритме по понятным причинам уже не сможешь, ты не успеешь. Ой-ой-ой, как хорошо попал. Почти не использует колени. Таец, любопытно. Потому что в этом-то он должен быть довольно силен. Он довольно лихо за это встречает. Ну вот. О-хо-хо. Попал. Попал. И в обратную сторону. Вот сейчас Таец пытается заставить поверить своего оппонента, что он будет постоянно бить его как раз вот этим моим делом. И вот, домолачивание. Нет? Нет, но все равно там удары прошли очень тяжелые. по сапу. Очень тяжелые. Руки опустились и даже сейчас видно устал. Сбил дыхание. Сбил дыхание. Любопытно было бы посмотреть. Но все-таки это спорт, вы знаете, дорогие друзья. Здесь, если бы... Вот если бы у меня был еще один день. Думает любой студент. Здесь, если бы у нас с вами, дорогие друзья, рам продолжался еще 20 секунд, может быть, мы сейчас увидели бы что-нибудь в духе нокаута. Ну, много но и много если. В этом раунде, вы знаете, Сато уже, японцы я имею в виду, конечно же, выглядит намного поинтересней. Намного интересней, потому как он уже начинает на соперника немножко давить. И попадает, и соперник от этого заводится. Но, с другой стороны, вот эти пропущенные тяжеленные удары... Может быть, там, не во все удары Буакова вкладывался корпусом, входил, что называется, целиком. Иначе бы, ну, собственно, японский, скорее всего, лежал бы. Но они проходили, судьи это видели, зрители это видели. То есть он попадал. Ну, а... То, что соперник стоит на ногах, ну, в общем... Ну, да, ну, пока, наверное, стоит. Может, и до конца поединка будет стоять. Но ты победишь решением судей. Третий раунд. Сато сразу бежит вперед. Тут ничего ему советовать. Нельзя этот тендер взвенечивать темп. Другое дело, насколько у тебя на это хватит, собственно, выносливости, физики. Вот, может быть, действительно имеет смысл порубиться. То есть идти в обмен ударами постоянно. Наверное, вы попадёшь один раз так, что соперник уплатит. Он же всё-таки тоже из плоти и крови, не железный. Ну, что-то вот японец быстро начинает. И потом сил уже может не хватить. Типа без захватов. Что-то сейчас я не узнаю уже. Тайца, посмотрите, постоянно лезет в клинч. Что-то, типа, достиг преимущества нужного. И теперь можно и повязать соперника по рукам и ногам. Да, япония сдаваться-то не собирается. Далеко не собирается. Продолжается битва. Никогда не сдаюсь. Это правильно? Это очень хороший принцип любых единоборств. Но сейчас вот так вот вперёд резко бросаться-то уж не знаю. Можно, нельзя. Ну, кому-то можно, кому-то нельзя. Всегда существуют, собственно, варианты, дорогие друзья. Опа! Вот это да! Вот это да! Вот, пожалуйста, вот вам несокрушимая тайская скала. Йосихиро Сато срубает намертво. Ну, не замертво, но в глубокий нокаут своего соперника. Знаете, я сейчас пытаюсь осмыслить то, что произошло. Просто вот, вот знаете, вот всё правильно. Частенько так бывает. Всё решает один единственный удар. Вот он! Обратите внимание, падает. Просто вот. Знаете, вот как сваленное корабельное сосло. Всё, руки опустились и всё. Только сил хватило, чтобы упасть. Вот они, опущенные руки, к чему ведут. Тоже наглядная иллюстрация поклонникам единоборств, бойцам, что бывает, когда опускаются руки. Именно это и бывает. И вот, пожалуйста, двукратный чемпион мира по боям К1 повержен. Вот этим вот бойцом, Йосихиро Сато. Да, какие сейчас у него бои мацаны душой, но знаете. Это всё равно, ну я не знаю, по ощущениям, конечно, чужая душа потёмки. Не знаю, любой из тех, кто занимается единоборствами, вот вдруг вышел и победил, я не знаю, Фёдор Емельяненко. Вот ощущения, я думаю, мы были бы сходные. Звучит вообще нереально. Но, собственно, спорт. И как мы с вами в лишний раз убедились, бывает абсолютно всё. Нам ещё и ещё раз повторяют вот этот завершающий удар Йосихиро Сато.